при всем дорого всем привет сегодня у нас вторник вечер 20 00 и согласно плана согласно плану на сегодня дкс или . значит план на сегодняшние полеты у нас это полет по полет пары на групповую слетанность полет пары в зону на групповую слетанность то есть пойдем какой-то из зон покрутим пилотажик пилотаж будет заключаться в трех парах виражей до 30 45 60 в паре пикирование в паре горки в паре пикирование в паре боевой разворот но пара потому что их по два вот поэтому план на сегодня такой со мной сегодня 388 эльза туда еду я везущим обратно сажает он меня я уже ведомый зону какую дадут пока я не могу знать услышим сейчас на брифинге на после того как запросимся на взлет сегодня по совету многих ребят отключил я тени из кабины и не на земле пока оставил но есть своеобразное свечение кнопок постаку после того как были отключены что у меня вылетелась у нас после того как отключил я тени до такого странное свечение поэтому надо посмотреть как это можно исправить для того чтобы все смотрелось более-менее корректно так и сейчас кляну да здесь все идет все нормалды все нормально вот поэтому сегодня план кратко я нарисовал ветер сегодня у нас откуда он дует не знаю пока сейчас сейчас рп объявит судя по колдуну дует на взлетать мы будем с ветром встречным ну соответственно сажать нет колдун смотрите куда дурить судя по колдуну мы будем верить так взлетать с ветром попутным интересно так и вот здесь смотрите какая лампочка у меня странная нет короче сечение тени наверно придется все таки добавить чита как-то не очень кстати не выставил высотомер на опасную высоту так дайте газонем наверно чем и плетемся и прямая можете подразогнаться и более время уже 9 местного времени имеется ввиду нашего времени как раз 8 что-то спина спина куда-то у меня уводит ее и и Продолжение следует... Продолжение следует... 387-й, на взлётную, восьмая зона, 3000, левый пилинг. 383-й, понял. Восьмая, три, пилинг левый. Восьмая, два, три, пилинг. Восьмая, два, три, пилинг. Восьмая, два, три, пилинг. Восьмая, два, три, пилинг. Нижний край 2300 метров. У земли видимость более 10 километров. Штиль. Температура 18 градусов Цельсия. Давление 750 миллиметров ступного столба. Истинный курс взлета и посадки 0,40 градусов. Запасной аэродром Анапа с аналогичными метеомосвоями. Средства связи объективного контроля включены и проверены исправно. Руководитель полетами 50391. 387 рулить. 387 понял. 383 выводим. Таймер 383 парой взлет. 383 контроль фар. 383 взлетать. Блин, что он моргает. 383 понял. 383 максимал. Пошли. Пошли. 597. Хочет. Иссы здоровьем. Миха. Пока. ushi. 392, на взлёт, вторая зона 3000 392, полно, вторая зона 3000 Так, восьмой он мне дал Мы сразу направо 388 на месте Пойду на сотки, чтобы ему было покомфортнее 383 пары на первом, 300 383, первый 383, понял 393, круто 394, первый 392, первый с вами ориентиры в этой в этой зоне давайте выведем 103 иконечко и аккуратненько так и пойдем 8 у нас 2560 3000 мне дал 100 стоит азимут за датчики на азимут выставил легко санек ждем пока зима туда подойдет 392 взлет 392 взлетайте 392 взлетайте 387 на взлет на 9 зона 3000 так 2000 подходит мы края зоны конечно не успеем набрать относительно близко до 25 километров все хотя восемь километров но нет не успею наверно на 103 вряд ли по порядку доворачиваю на центральной цент онаfeld В этот момент как раз подойдёт к нам. Взлёт 387. Ну как-то вот так. 387 взлетайте. Взлёт 387. Понял. Где он? А, вот он. Взлёт 387. Взлёт 387. Взлёт 298. Взлёт 308. 383, восьмой 3000 парой. 383, восьмой 3000 парой. 383, восьмой 3000 парой. 383, понял. 387, на первом 500. 387, первый. 387, первый. Ну все, дальше у нас идет задание. По заданию, как я уже говорил, три виража в качестве ведущего. Это 30 градусов вправо, 30 градусов влево. 30 градусов вправо, 45 влево, 30... 60 вправо. Далее будет... Далее будет пикирование горка, пикирование боевой. Меняемся местами и... Все то же самое, только уже в качестве ведомого. Влево, вправо, влево. Пикирование горка, пикирование боевой разворот и возврат на точку. Ну, в смысле, уже домой. Уже за посадкой. На скорость особо внимания не обращаем. При полете в пары это... Главные опорные обороты, то есть 30, 90, 45, 95, 60, 100 процентов. Ну, соответственно, скорость будет немножечко гулять. Потому что по-хорошему я бы сейчас, может быть, добавил 93, 94. Чтобы держать ей 400, но... Оговорили все эти элементы на земле. Поэтому стараюсь держать режимы именно те, которых мы с ним договорились. Чтобы у него было понимание. Он не задавал просто, а какие у тебя сейчас обороты, например, да? Дальковато Санюк идет. Плюс еще почему-то со светом. Холк-10, не плюг-15, не плюг-15, не плюг-15. не плюг-15. Выложили, не плюг-15, Дальковато Санюк-15. надо разогнаться. Хотя бы до 400. Еще и... На обледенение пошло. Продолжение следует... Оу, почему с фонарем такое? Офигеть. Что, это все из-за того, что я отключил тени? Мега прям принижение. 387-й, 9-й, 3000 387-е задание 387-й, более 387-й, 328 318-й, 329-й, 349-й, 329-ъ 329-й, 379-й, 79 permanent 339-й, 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 349-й, 349-й, 349-й 339-й, 349-й, 348-й, 549-й. Продолжение следует... Не успели. Повторить! Продолжение следует... Повторить! Продолжение следует... Продолжение следует... 388, понял. Занимайте строй, левый пеллинг, вас вижу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 392, во второй 3000 392, задание, контроль зоны 392, пап 364, Продолжение следует... Продолжение следует... 394, на обратный курс. 383 разворачиваюсь на обратный. Из зоны просто уже выходим. Главное чтоб он меня не потерял. Сразу вернуть домой. Ну вот как раз и 3000. О, 30 км в час. Быстро идёшь, Сашка, быстро. Ещё раз. Вижу, у нас ещё пикирование занимает строй, где и перец левый. Её тетрадь справа. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. 388 понял. Начинаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 И в один из моментов понимаешь, что ты как будто бы заснул уже. Сейчас у меня приблизительно такая же ситуация. Вот эта монотонность, она немножечко играет свою роль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постоянный такой ровный шум. Он немного... Как в метро, спать. Вот есть. О-о-о-о-о-о-о-о-о, монитор потух. Блядь. Главное не шевелиться. Санюк на меня еще оборачивается. Вот сейчас будет самое страшное для ведомого. Это 60. Для ведущего в принципе тоже, потому что ведущему тоже необходимо порядочно держать параметры этого виража, чтобы ведомый мог с ним справиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, оборотики прям... Просто туда-сюда гуляют, гуляют, гуляют... На месте не подержишь. Так, 270 развернулись. Еще 90. Еще 30. Вот так вот, начинаем выводить. Выводим, выводим, выводим. Отлично. 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 Все норм. Так, куда-то мы там разворачиваемся, наверное. В центру зоны, как я понимаю. Или он сразу же решил пикирование влупить. А, скорость у нас, смотрите. Меньше 300. Наверное, уже пикирование сейчас пойдет. Пикирование вообще-то от... Ведомого. Поэтому, наверное, все-таки это... Корректировка нашего положения в зоне. 32. Ну, в принципе, мы... Так, были в центре. Вот это уже пикирование, судя по всему. Так, оборотики мы не добавляем, Саша, как я понимаю. Должны были бы до соточки-то добавить. Вывод. Пересчур плавненько протягиваем уже 700 почти. Это я так рассуждаю, чтобы вам хотя бы было... Не очень скучно. То есть я это не ему говорил. Возможно, потом только это услышит. Может быть, когда пересмотрит стрим. Записи. Так, сейчас не понял. Маневр. Ну, ладно, главное, среагировали. Так, куда мы опять? Так, да, как я понимаю, пикирование пошло. Сейчас будет боевой. Боевой, боевой, это страшная вещь. Сейчас страшнее, чем вираж на 60. Потому что там вообще непонятно, кто как его выполняет. Чистоты ни у кого нету. Чистоты ни у кого нету. Выводим, Саша, выводим, выводим, выводим соточку. Я на максимале пойду пока. Догнать. Догнать. Кстати, следующая репетиция. Завтра по плану. Не знаю, буду я или нет. По плану репетиция парада будет завтра. В 21, по-моему, 0-0. Я надеюсь... Ну, блин, я бы был рад, что часов 80, если бы она была. 392 на маяк 900, остаток 600. 392 на маяк 900. 392, по-моему. 392, по-моему, мы как раз в сторону маяка АНОРМ, в зоне, в пределах. 402, по-моему, 8 пар и 8 на маяк. 282, по-моему, 8 пар и 8 на маяк 1200. 388, по-моему, 1200. 403, по-моему, 9 пар и 8 на маяк. Следите за анонсами в Дискорде, в ВКонтакте. Скину я оповещение. На начале стрима. Предварительно в 21 по Москве. Должна состояться очередная тренировка. Где мы уже летаем на Элочках. И по-хорошему бы нам у братец подкрыли дымогенераторы. Такие ракеты. Облегчить, потому что где-то там есть опция по дыму из сопла. Ну, игровое допущение или реально она так может, я не знаю. Но такой вариант есть и было бы лучше, наверное, его использовать. Потому что когда мы идем близко друг к другу... Дым из дымогенератора ведущего правого. Смешивается с дымогенератором ведомого правого. Ну, из-под левого крыла вот с этим. И получается просто белый дым, когда проходит над площадью. За нами чуть-чуть-чуть-чуть прям синий. Ну, вот как на скриншоте было на видосике. А дальше... Идет просто белый, он смешивается друг с дружкой. Идет просто белый столб дыма. Идет просто белый, он смешивается друг с другим, он смешивается друг с другом. помехи шуни движков это только когда я говорю или всегда вы что-то говорю возможно ты вибро накидка моя вибрирует она так гудит у меня прям аж в ушах будет сейчас по идее тормозной штука брала на сестра вибрировать возможно пройдет в люке дкс я не просто понимаешь у меня как бы нас снова гриб вроде все норм с двигателем если в тот момент когда я говорил были какие-то в у то это возможно, вибронакидка была, потому что вот сейчас вибронакидка сейчас не вибрирует, ну она вибрирует, но очень-очень мягко. То есть, а когда вот она сейчас долбила, когда тормозные щитки выпущены были, она прям хорошо так промассировала мне всю спину, попу. И в момент разговора мог микрофон нагреться, потому что я пытался заглушить подобные фонящие звуки. Там есть звук обезменный режим. А-а-а. Вообще, у меня постоянно идет работа рудом, и режим дольше двух-трех секунд не задерживается на одном положении, да, потому что иначе я либо отстану, либо обгоню. 392-й. Под трески у меня какие-то. А-а, первый. Надо будет тестить тогда, смотреть. Не, у меня со звуком норм, это что-то значит у меня на стриме. А, у себя заметил, понял. А, я опять включил свой экран. Подключился. Кстати, Viper, ждем от тебя 388-й, занимайте 900. Инструктора на парной, на парном полете. Ты 900 нам дал, да? Невозможно. Нейда, я представляю, ботинки здесь летают адски резко. Слишком тупые, да. Слишком резкие. Гоня, 388-й. Точно. Гоня, 388-й. Запись трека за ведущего. Наверное, да, он же должен сохраниться. Единственное, я не знаю, насколько он будет корректен. Восьмой рассчитывайте, играл. Насколько он будет корректен, потому что трек, это, конечно, тоже живет своей жизнью. Я вот, когда была тренировка к параду, если вы помните, пассажир из задней кабины у меня нажал на кнопку, нечаянно забрал управление самолетом себе. И я вырулил, я вытащил, мы выровнялись и полетели дальше. А на треке и на таквью, и на треке... Саш, 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 Саш. Я ушел в землю. То есть, поэтому трек здесь, конечно, такое еще чудо, тем более сетевого... сетевого полета. Интересно, я когда под него подлетел, мне... Высотомер. Высотомер запел, нет? 387, на маяк. 900. Сасс ف' На посадочном. 387 же она. На 40. 40 на... 1-ом будет. 387, 1-ый. 8-ой. 1-ый. 388... В 79. санька да сильно плавно все понял что же выставил крен мне показалось он все еще плавненько так закладывать чтобы не было легче за ним держаться конечно классно для ведущего такие такие так скажем но не жертвы да именно свойства что ли 387 рассчитывайте ко второму 900 чё по кругу никого сегодня есть жаль писать чтобы трех двоих годов можно будет имеешь ввиду что типа по кнопке g перес переключиться на и дома вы и по кнопке g взять управление ну да вполне наверное как я понимаю это даже на одном компьютере ты просто переключаешься на другого а если я выйду из кабины первого самолета будет он продолжать полет или он тупо ищи я ну да он продолжает лишь опять же до 3 подпишется своеобразно очень надо пробовать как 388 боковой 5.1 в в северном 2 в северном таки в 1 вайпер стараюсь сделать Продолжение следует... Ну да, да, просто, да, действительно, должно быть два борта, и в нужный момент просто перепрыгиваешь с одного борта на другой. Все верно. Ну, на треке должно быть, соответственно, два борта. К хорошему перепрыгивать прямо на полосе можно перед взлетом. Так, а трек... А трек я здесь не сохраняю, я просто в папки с мультиплеерными треками зайду. По идее, он там будет. Да, окей, я сделаю. А, трек же от лица ведомого. А, ну да. Да, можно так. На 387-й, срабатывает 900. Наверное, да. 387-й, боковая, 5,8. 387-й, срабатывает. 392-й, на посадочном, шасси, механизацию, выпустил 900. 392-й, давление 17, режим. 392-й. 388-й, нападаем 900. Да, я понял, Вайпер, да. 388-й, заход через 15 секунд. я тебе шестерка, дальше выкладывайте гриб ну да мы просто привыкли, что ты развиваете, развиваешь это направление 2 3188, подтверждаем от патча до патча, ну да, наверное не, а че он сошелся? он будет лететь а я уже лететь заново, да и все как я себе это представляю ну да, это уже дело техники но есть 3192, посадки готов пошли 3192, посадка Вышли у обоих, в тормозах 0. 387 на втором деверсоне. 387 заход. 387, полная вторая. 387, полная вторая. Ага, окей. 387, полная вторая. Пошли. Ага. КОТСЦУЛШКИН ТУПВКИН. Шасси механизацию выпустили. 388, удаление, 15 режим. relativён какой-то стой. Так, у меня баки здесь горят. 383-й вышли. 392-й автона 1. Понял, Тристиан, 2-й автона. 6-й, если честно, уже подзатекла чуть-чуть. Постоянно неподвижно. Тристиан, 2-й автона. Тристиан, 2-й автона. Тристиан, 3-й автона. 387-й, на посадочном шасси, реконизацию выпустил. Ближе 440. 387-й, удаление 15. 387-й, за нами. Да, Данька-то теперь, наверное, уже не забежит к нам. Да, Данька-то теперь, наверное, уже не забежит к нам. Он обычно к нам на Ютубе забегал. Это, 88-й, посадка, будем бежать. 388-й, понятно. 398-й. 398-й. Оп, шасси, по-моему, не было. Прям встало. 398-й. Плять, Санька, куда меня завел-то? 398-й. 398-й. Перицы, даже что-то доказалось, чтоб его догнать. 401-ю. 402-й. 411-0. 411-4. 425-й..... 4210-й. 602. Антох, мы здесь обсуждали варианты тренировки групповой слетовности оффлайн, так что интересно почитай сегодня 387 дальней, посадка готов. 387 дальней, посадка готова. 387 дальней, посадка в земле штиль. 387, понял, 388. Продолжение следует... Так, ну чё, и всё. Все молодцы. Все справились. Всё, отключаю. Открываю. Останов. И вот так вот чпонько. Ну это что, сегодня у нас прошло упражнение номер 24, полет пары в зону на групповую слетовность. Ну, полет пары на групповую слетовность, но сегодня мы летали в зону. В целом замечаний, ну, есть. Надо работать, надо слетываться. Именно слетываться осталось. На сегодня прощаемся. Запись в YouTube я выложу. Все, кто ещё не в курсе, переходите, перебирайтесь на Twitch, кто желает смотреть прямой эфир, общаться, болтать, писать сообщения и так далее. Задавать вопросы. Буду рад. Ну а сегодня я с вами прощаюсь. Завтра по плану 21, наверное, будет тренировка. К параду будет желание. Забегайте, буду рад. На сегодня всем пока. Счастливенько. Кто ещё не подписался, не забудьте подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Пока-пока. Завершаюсь. Пока, Вайбр.